Многие считают эту игру напрасной тратой времени, ненужным азартным развлечением. Да, элемент случайности и везения тут присутствует, но победа зависит только от мастерства. Тренировки в покере, пожалуй, это самое важное, потому что элемент удачи присутствует, но все-таки покер – это игра мастерства, и надо постоянно развивать свое мастерство, постоянно работать и упорно работать. О том, почему спортивный покер – это интересно, и как он развивается в Украине, расскажут герои нашей программы. Привет, ребята! Привет! Привет! Здорово! Привет! Как вас зовут, ребята? Что сегодня нам расскажете? Рустам. Ольга. Михаил. Сегодня мы расскажем вам про нашу любимую игру, про спортивный покер, про то, как мы играем, как мы тренируемся, чтобы у вас появилось какое-то понимание игры и, может быть, вы присоединитесь к нам? Спортивный покер – это одна из самых увлекательных игр. В ней есть элемент удачи, но в любом случае это спорт на 100%. Это интеллектуальная игра, должен быть интеллект, психологическая устойчивость, наблюдательность, какие-то математические навыки. Главная цель – это победа в турнире, как в любом спорте, победить всех своих соперников и занять первое место. Мне кажется, что в Украине молодых людей, интересующихся покером, десятки тысяч, а то и сотни. Эта игра дает возможность самореализоваться, заработать денег, утвердить себя как личность. Вышел фильм Шулера с Мэтт Деймоном и Нортоном. После этого фильма начали играть на кухне. А в 2010-м открылся в Киеве покерный клуб и уже можно было играть с большим количеством людей, очень большие турниры. Это было такое начало покера спортивного как такого в стране. Я начал играть достаточно давно, еще на кухне в начале 2000-х годов. Когда покер стал популярным, это в 2009 году, я занялся этим полупрофессиональным, как хобби, ну и как заработок. Я был в Лас-Вегасе, был в Барселоне, в Праге на сериях. И общение с совершенно людьми из разных точек мира, с разной ментальностью, наверное, больше всего это привлекает. В покере приносит удовольствие сама игра, общение с людьми за столом в живом покере. Очень много новых знакомств с интересными людьми и достаточно крупные призовые выигрыши в больших турнирах. Да, вообще в покер играет очень мало девушек, так на вскидку процентов 5, даже меньше. В Украине я знаю нескольких сильных покеристок, все приятные девчонки и всем желаю успеха. Потому что покер, он чем хорош тем, что это немножко конкурирующая игра. И когда кто-то выигрывает, хочется доказать, что ты ничем не хуже. И меня наоборот успехи, особенно других девушек, подстегивают. Когда я прихожу играть, мужчины смотрят на меня с интересом, воспринимают меня как слабое звено, что, собственно, не мудрено. Я других девушек воспринимаю точно так же. Потом по ходу дела они понимают, что я просто тактишки не подарю, придется побороться. В покер играю лет 7, с детства люблю карточные игры. Вот как-то из банального увлечения это переросло что-то в более серьезное. Когда начала выигрывать серьезные деньги, поняла, что это мое. Играл мой одноклассник и пригласил меня в игру на условные деньги, и с этого все началось. Потом потихоньку-потихоньку уже турниры за деньги подороже, и вот сейчас я здесь. Мне нравится то, что в этой игре все равны. За столом нет каких-то авторитетов, и тут все зависит только от тебя. Я еще лет 12 познакомился где-то с ребятами во дворе. Они играли. Ну, так познакомился, в общем, с правилами. А так у меня много друзей играло в покер, поэтому как-то он погружал меня все время. Начал с своего времени тоже где-то там с бесплатных каких-то турнирных фишек. До 18 лет несерьезно было, а с 18 уже начал играть и в онлайн, и перешел на живые. Серии выездные начал по Украине. Так как я частично связан с шахматами, как бы мне нравится интеллектом с ребятами поиграть, как бы какие-то... Всегда есть новинки, узнать что-то новое, проявить себя, показать. Вот нравится каждый раз видеть, когда встречаешься с теми самыми соперниками, они что-то тебе могут показать новое, и хочешь тоже показывать им какой-то результат, чтобы была какая-то конкуренция, и, в принципе, это дает такого какого-то азарта больше. В покер можно обучиться, посмотрев видео в интернете. Это достаточно простая игра. Можно попросить друзей, которые играют в покер, обучить. Можно просто прийти в какой-то покерный клуб, и инструктора с удовольствием расскажут. Есть много литературы. Такие авторы, как Хаймингтон, Мошман, Сланский. Учился играть, опять же, на кухне с друзьями, посмотрев художественный фильм Шулера. В дальнейшем, когда открылись покерные клубы, уже непосредственно за игровым столом оттачивал свои навыки игры. Да, все как-то из интернета. Сейчас довольно много различной информации. Не обязательно нанимать тренеров. Можно все своими силами. Достаточно видеоматериала. Много форумов. Можно обсуждать раздачи с единомышленниками. В общем, было бы желание. Со сложностями сталкиваюсь практически каждый день, когда играю. Потому что тут нет как-то оптимальных решений. Всегда все на грани. И даже если ты советуешься с профессионалами, то очень часто мнения насчет игры расходятся, причем кардинально. Вообще, тренировки проходят как? Дома работаю с программами. Либо смотрю обучающие видео. Либо обсуждаю, опять же, раздачи с друзьями, с коллегами. Начинал сам. Сначала каких-то там видео, каких-то обучающих в интернете видел. Потом со временем появился друзья, круг, общение. Именно с ними чем-то делились, какой-то информацией. Но потом, когда уже так год-полтора поиграл и не увидел такого... Ну, прогресс был, но не увидел настолько, сколько хотел. Начал заниматься с тренером. И работаем сейчас усердно с ним. В принципе, результаты уже улучшились. Тренировки есть разного типа. Есть, что Андрей записывает какие-то групповые видео. У нас есть группа учеников. И, в принципе, мы изучаем и по этому материалу их на практике пробуем применить. Есть, когда проводишь сессию игровую, играешь несколько турниров. Отыграл, играешь их под запись. Скидываешь Андрея, он делает разбор. И в ключевых моментах, где надо подискусировать, дискуссирует в раздаче, где-то указывает на ошибки, пробуем их исправить. Если где-то спорная ситуация, уже обращаемся к дополнительным программам, которые могут уже подтвердить это математически более глубоким расчетом, которые покажут, что все-таки как бы тренер прав и нечего спорить, если ты вот говоришь, что нет, и как бы он это доказывает. Когда я начинал, я читал, конечно, пару книг каких-то, но, как и многие говорили, современные, как бы оно не актуально, на данный момент, потому что это как бы олдскул, старая школа. И тут приходит много новых ребят, и как бы нужно что-то самому придумать. Сложности – это усидчивость. Ну, где-то, наверное, как бы эмоции над ними справляться. Надо уметь себя контролировать, в принципе. А так, основное, если вот научиться усидчивости, что я быстро побрал, потому что как в шахматах тоже сидел так много часов над партиями, так само и здесь. Если вот умеешь просто сидеть, ждать, играешь все-таки с ожиданием на лучшее. Многие, когда вот проиграли, начинают, надо отыграться, попробовать еще в другой турнир, подороже турниры. Многие на этом делают ошибки. Играйте на те деньги, которые готовы проиграть. В покер можно играть онлайн, на покерных интернет-ресурсах, а также оффлайн, в покерных клубах. Онлайн, он более технологичен, поэтому количество людей, играющих в онлайне, больше. Но сейчас очень мощное развитие оффлайн. По всей Украине открываются клубы, поэтому количество игроков оффлайн увеличивается не просто в разы, а на порядок. Основные разновидности покера – это техасский холдем и амаха. Много еще побочных покерных дисциплин, которые менее развиты и популяризированы. В Украине самая популярная игра – это техасский холдем. Она занимает порядка 80%. 15% занимает амаха и 5% на все остальные игры. Мне нравится больше играть оффлайн, то есть это живой покер. Мне нравится техасский холдем и мне нравится играть везде. Играю и в живую, и в интернете. Больше, наверное, в живую, потому что мне нравится общение с людьми. В интернете ты играешь просто с ником и смотришь просто на размер ставки и на тайминг. Поэтому я больше люблю живой покер. Но покер в интернете чем полезен? Тем, что ты больше наигрываешь рук, быстрее проходишь дистанцию, у тебя больше ситуаций. И ты их потом переносишь на живой покер, и это только плюс. Еще я люблю стримить свою игру, общаться со зрителями, шутить с ними, показывать блефы, показывать свою игру. В общем, это очень весело и всегда интересно. Помогает мне сконцентрироваться. Я знаю, что на меня смотрят люди, и, может быть, мне тяжело провернуть какой-то блеф. Плюс сток мотивации, хочется показать себя с лучшей стороны. Мне нравится играть и так, и так. Как бы я на данный момент, когда начинал с 18 лет, первый год, полтора сильно играл только онлайн. Но вот после легализации покера и, в общем, игры стало больше, и желаний ездить тоже больше. И, в принципе, перезнакомился с многими ребятами, и путешествовать с ними приятнее, на выездные серии все. Поэтому на данный момент это у меня 50 на 50. И живой, и онлайн как бы одновременно по времени. Есть время, я здесь, нет. После работы вечером я онлайн. В Украине существуют турниры по спортивному покеру, как техасскому холдому, так и Амахи. Первый раз в большом турнире это был покерный клуб. Были громадные призовые, очень большое количество людей. То есть это было как первый раз попасть на море или увидеть рейфелевую башню. Что-то такое соизмерило. Но всегда осталось в памяти. За 7 лет я сыграла достаточное количество турниров. Получалось выигрывать, иногда не получалось. И все же надеюсь, что мои главные победы ждут меня скоро и уже в ближайшее время. Я выиграла несколько важных для себя турниров, но хотелось бы больше. Моя память настолько хороша, что я помню практически каждый свой важный турнир. Я помню свои первый, второй, третий, все турниры, где я попадала в деньги и где удавалось доходить до финала. И каждый раз это очень волнительно. У меня часто дрожат руки, я волнуюсь, особенно если заходят какие-то хорошие карты или я проворачиваю крупный блеф. Свои первые турниры я помню практически все, потому что это настолько для меня было необычно. Я помню своих оппонентов, я помню, какие у меня были карты, какие карты были у них. И поначалу, конечно, мало что получалось, потому что я новичок, вообще абсолютно ничего не знаю. Я помню какие-то у меня странные действия и делаю странные ставки и делаю комичные ошибки. В общем, без этого никак. Я думаю, через это проходят все. Я помню свою первую игру. Это была выездная серия в Харькове, года два с половиной еще назад. И там был турнир очень такой, для меня такой серьезный, потому что он самый там был главный. И у меня вышло так, что я прошел за финальный стол. И я, так как это моя была первая серия, я никого не знал. И потом мне уже со стороны говорили, ты знаешь, что у тебя там было семь сильных игроков за столом. Ну и был один любитель, и ты, как бы, и ты там занял какое-то шестое место, что это очень хороший результат. Потому что я там расстроился, конечно. Потому что мне казалось, что мне надо было выигрывать, у меня были перспективы. Поехать первый раз и как бы проявить себя с сильными ребятами. Существует какой-то комьюнити украинских покеристов? Вы как-то общаетесь, может, в соцсетях какие-то группы есть, как-то друг друга поддерживаете? Да, конечно, общаемся, обмениваемся контактами и, в принципе, где-то в соцсетях пересекаемся, есть группы, поэтому общаемся, конечно. С зарубежными игроками как-то связь поддерживаете? Да, поддерживаем связь через интернет и просто тихо друг друга ненавидим. Спортивный покер – это классная игра, советуете всем попробовать? Конечно. Всегда. Надеюсь, вам понравилось и до встречи за столами. Всем пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!